Всем привет, друзья! Сегодня у нас топ-5 отжиманий, которые будут прорабатывать именно массу, объем наших грудных мышц. И эти отжимания вполне-вполне могут заменить работу со штангой. Единственное условие в этих отжиманиях – это дополнительный вес. Вы должны брать такой вес, чтобы вам он подходил, чтобы вы не могли сделать больше 12 повторений. От 6 до 12 повторений амплитуда – самое нормальное для проработки мышечной массы. Первые и самые простые отжимания – это отжимания с переносом веса. Теперь смотрите технику выполнения этих отжиманий. Вы встаете прямо, где-то руки у вас довольно широко, шире плеч должны стоять, тело прямое, жопу ни вверх, ни вниз, не прогибаем вот так, не надо вверх, стоим прямо. Значит, мы на вдохе делаем вот так. Тут выдох. Мы должны плечом практически прислониться к нашей кисти. Теперь в чем прикол этих отжиманий? Прикол этих отжиманий в том, что когда мы отжимаемся на одну сторону, то весь наш вес переносится на одну сторону. Тем самым мы увеличиваем нагрузку. И учитывая, что у нас за спиной еще вес есть, то нагрузка очень хорошая идет. И прорабатывается, то есть не сразу же две грудные мышцы, а по одной. Бам-бам-бам-бам. Туда больше нагрузка, туда меньше, туда больше, туда меньше. И тем самым мы даем в итоге больше нагрузку на обе части, потому что мы делаем поочередно. В этих упражнениях у нас примерно равномерно распределяется нагрузка между средней грудной частью, грудным отделом, нижним грудным отделом и внешним грудным отделом, то есть вот тут. Нагрузка идет где-то у нас вот в эту область. То есть верх груди практически не качается. Следующее отжимание это отжимание с хлопком. Показываю технику. В этих отжиманиях вы должны просесть максимально низко, то есть получается вот так. И потом на взрыве вы взлетаете и делаете хлопок. А еще летит грязь в лицо и вообще классно. Прикол этих отжиманий в том, что это взрывные отжимания и идет огромный стресс на мышце, потому что когда мы просто отжимаемся, никакого взрыва тут нет. А тут именно, когда мы взлетаем и делаем хлопок, у нас вот в этом взлете, да, в максимальном вот этом напряжении прям бум-взрыв, тогда у нас идет максимальный стресс на мышце. И внизу, когда мы приземляемся, уже всем весом, да, там 70 килограмм, бэм, на мышце. И мышца тоже максимально напрягается в двух точках. Когда мы взлетаем и когда мы приземляемся, это очень мощный стресс в двух случаях. Поэтому эти отжимания очень хороши. Они очень хорошо разбавляют обычные отжимания. И я думаю, что стоит их использовать в своих тренировках, особенно когда у вас за плечами, там, килограмм 20, если вы сможете с 20 килограммами сделать, то это вообще отлично. Будет прокачивать просто идеально ваши грудные мышцы. Что касается прокачки мышц, то прокачиваются в основном тоже средняя часть груди и нижняя часть груди. Верхняя часть пока что в этом не качается. Мы к этому дойдем. Следующее отжимание у нас называется аллигатор. Уверен, вы уже про него слышали. Хорошее отжимание. Показываю, как это делается. Аллигатором это отжимание называется не просто так. Мы будем идти как аллигатор, именно походка аллигатора. Смотрите, что мы делаем. Изначально ставим руки вот так. Одна рука тут, другая тут. Аллигатор не ходит прямо вот так на ногах. Он ходит именно вот в таком стиле. Смотрите. Кладем руки вот так, пошире. Вот. Отжимаемся. Сначала вдох. Потом выдох, переходим. Отжимаемся. Фу. 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 Вот так вот и выполняется аллигатор. Мы идем как аллигатор. Мы не идем просто так. То есть у нас руки, да, запомнили движение. Вот так ставятся. Оп. Отжимания. Переставляем руку. Потом ногу переставляем. Отжимаемся снова. Оп. Ногу переставили. Руку переставили. И дальше идем. Знаете, в чем прикол этих отжиманий? Эти отжимания очень хороши именно потому, что у нас руки переставляются вот так, да. Оп. 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 Тем самым мы даем нагрузку на разные части груди. То на нижнюю, то на среднюю, то на верхнюю. То есть у нас руки по-разному постоянно. Мы даем и на верхнюю, и на среднюю, и на нижнюю часть. У нас прокачивается вся грудь. Эти отжимания просто класс. Следующий вид отжиманий называется Человек-паук. Смотрите, как выполняются отжимания Человек-паук. Мы должны передвигаться, как передвигается Человек-паук по стене. Смотрите. Ставим руки вот так. Когда мы вниз идем, да, отжимаемся вниз, то мы левым плечом касаемся левой кисти, а правой ногой, правую ногу поднимаем к лохтю. Выглядит это вот так, чтобы вам лучше было видно. Понимаете, да? Когда мы идем вниз, мы касаемся плечом нашей кисти, а нога правая идет к правому лохтю. И все наоборот, так же с другой ногой. Прикол этих отжиманий в том, что у нас еще идет большая нагрузка на грудные мышцы, нежели когда мы просто отжимаемся с переносом веса. Учитывая, что у нас за спиной, опять же, портфель, там вес. Еще мы, когда поднимаем ногу, мы создаем еще большую нагрузку на какую-то из грудных мышц. И, естественно, идет больший стресс. И прокачивается, опять же, внешняя часть груди, средняя и нижняя. Ну и немножко, может быть, зацепляется верхняя. Следующее отжимание теперь у нас будет на брусьях с возвышенностью, с перекидкой рук. Вот это уже отжимание будет качать всю нашу поверхность груди и верхняя часть груди будет прорабатываться не хуже, чем нижняя и средняя. Смотрите, как это делается. Прикол этих отжиманий в том, что мы не можем сделать такую амплитуду движения на полу, либо на земле, где угодно, только на брусьях. На брусьях мы можем погрузиться, просто туда прям войти в брусья. Но не забывайте, что входить туда максимально не нужно. Нужно действовать в пределе своих возможностей, то есть в пределе комфорта. Чтобы вам не было больно, чтобы у вас не болели суставы и так далее. Эти отжимания прорабатывают вверх груди, среднюю и нижнюю, потому что мы меняем опять же наши руки. Это сложно. И при том, что у нас портфель за спиной, это еще усложняет нагрузку. Хотя на брусьях и так сложно отжиматься, поверьте. Итак, подведем итоги. Не забываем, что на массу нужно тренироваться в амплитуде 6-12 повторений. Тренировать грудь можно только один раз в неделю, потому что это большая мышца, она заживает долго. Поэтому за тренировку вы должны прокачать ее просто на максимум, как экзибит. А так, друзья, спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось это видео. Вы узнали новые виды отжиманий. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Увидимся в следующем выпуске. Пока!